здравствуйте товарищи как и обещал в прошлом видео снять для вас обзор на черепаху alpin star biontech версия 3 то есть вот собственно о чем сегодня пойдет речь вот об этой замечательной черепашки давайте я крутанусь чтобы так вы посмотрели как она выглядит на мне и потом я соответственно расскажу о ней свои ощущения дело в том что данную черепаху я получил буквально полчаса назад отдел вот и первые впечатления какие у меня сложились они черепаха очень удобная то есть сидит она на мне очень хорошо кому интересно мои параметры и размер данной черепахи сейчас расскажу то есть мой рост 180 вес на данный момент 85 килограмм и размер это л то есть вот мне она l подходит соответственно туда на все регулируется с боков можно тоже поднатянуть при желании вот этот сам панцирь его тоже можно немножко двигать вниз вверх то есть как бы можно все это настраивать также здесь присутствует и надпочечный ремень который утягивает пузо что в принципе очень прикольно чтобы органы немножко были внутренние защищены и вообще почему почему именно я взял данную черепаху то есть при выборе черепахи для меня было важно максимальный уровень защиты это уровень 2 то есть по защите есть первый уровень есть 2 кому интересно чем они отличаются можете загуглить в общем здесь все протекторы имеют 2 уровень защиты то есть это считается очень хороший уровень защиты и главным главным критерием для меня было чтобы черепаха защищала ребра то есть вот это черепаха видите у нее она защищает здесь вот 3 оба собственно где у меня сейчас проблемное место то есть где там где я сломал его если бы нам не было вот подобная черепаха то я бы эти уже возможно с большой вероятностью не сломал поэтому при выборе я руководствовался тем чтобы обязательно была боковая защита ребер не все черепахи могут с этим похвастаться ну вот за наткнулся на эту черепаху и она мне показалось очень классно что еще классно в этой черепахе опять же это мое субъективное мнение как вы можете видеть защита вся она перфорированная то есть что 100 что зад что перед она перфорированная это значит что набегающий поток воздуха будет продувать мне грудь то есть ты в ней не будешь потеть ну по крайней мере так задумано она реально перфорирована насквозь там есть сеточка которая пропускает воздух это я считаю опять же очень классно также под эту черепаху это черепаха приспособлена под защиту шеи тут даже есть где-то лямочки как вот они эти лямочки которые крепят скажем так удерживают защиту шеи кому необходимо соответственно так что касается вот удобства я ее практически не ощущаю то есть опять же фишка фишка черепахи по сравнению допустим обычного экипа что я могу на эту черепаху одеть абсолютно любую куртку то есть я могу абсолютно любую дождевую курточку да хоть выходную куртку одеть и я все равно буду защищен но в моем случае так как я купил это дело для путешествий для длительных путешествий и у меня есть уже замечательный туристический экипп от рука я вытащил из него из этой куртки сейчас всю штатную защиту чтобы она была полегче то есть куртка стала в принципе очень легкой компактной если ее скажем скомкать и при необходимости убрать там куда-нибудь зад но если будет слишком жарко можно ехать так или когда будет холодно я могу также одеть эту куртку поверх данной черепахи сейчас не знаю микрофон закрывается микрофон наверно закроется посмотрим в общем поверх этой черепахи совершенно обычная куртка с мембраной в общем все отлично так что если у вас есть возможность позволяют средства и вы ищете хорошую защиту то стоит посмотреть в сторону данной курточки дело в том что на просторах интернета нет абсолютно никаких обзоров вот на данную черепаху но она называется как бы куртка ну будем называть черепаха да нет абсолютно никаких обзоров есть только один небольшой ролик где там мужчинам на английском языке там в виде шота что-то там так просто показал крутанулся и все больше ничего не сказал ну что еще можно сказать по поводу этой черепахи в принципе про уровень защиты я сказал про комфорт я сказал про продуваемость я сказал и защита ребер я назвал то есть в принципе что еще можно про нее сказать если у вас есть конечно какие-то конкретные вопросы по этой черепашки пишите в комментариях я постараюсь на них ответить но имейте ввиду что на данный момент опыта именно езды в ней у меня пока еще не было то есть этот опыт будет приобретаться чуть позже после того как я приобрету нормальные брейсы в которых я буду уверенно себя чувствовать на оффроуде потому что прошлый раз мне повезло но везение может закончиться поэтому оффроуд брейса обязательно буду брать но опять же еще вот за эту черепашку когда я его дел она вот учитывая ее вот эту мощную защиту она придает какой-то немножко уверенности и успокаивает то есть дает тебе какое-то чувство защищенности несмотря на то что она легкая удобная то есть ты чувствуешь себя что ты защищен не путать уверенность самоуверенностью тут это разные вещи давайте еще раз покажу поближе ее на себе потом сниму и уже непосредственно просмотрим ее детально вблизи с внутренней стороны так скажем так вот еще так еще что значит что сошел прикольно дал у меня немножко сейчас пузо появилось такое легенькое незначительное морской а за счет вот этого за счет выносной груди сейчас прям фигура смотрится как будто прям шварцнеггер так что а нормально ладно так друзья давайте теперь рассмотрим непосредственно броню данной черепашки и посмотрим на что она похожа вот смотрите с внутренней стороны как это выглядит с просветом на солнце то есть этот броня будет грудь грудь до грудь она будет очень хорошо продувать вам тело то есть за счет перфорации то есть защита здесь внутренней стороны здесь видите все очень мягенько комфортно то есть вообще классно мне нравится я доволен также здесь есть видите вот всякие такие интересные вставочки я не знаю что это за материал он такой плотненький но в то же время мягенький плечи они тоже такие довольно таки массивные но соответствуют как раз второму уровню защиты первый уровень он выглядит более хилый то есть у меня есть и куртка с первым уровнем защиты выглядит конечно по-другому что касается ребер да смотрите здесь тоже сделать такой мягкий приятный на ощупь материал опять же перфорации что очень важно для продуваемости видите здесь можно также настроить то есть можно натянуть сильнее при желании то есть в зависимости от того насколько вы широки и что касается спины спина тоже вот с внутренней стороны имеет очень такой мягкий материал и тоже перфорации то есть видите спина разделяется на две части то есть нижняя часть и верхняя часть верхняя часть она как я понял это вот это идет вставка и нам ее можно убирать для того чтобы можно было сюда удобно подогнать эту защиту шеи то есть все сделано по-человечески для людей соответственно ну вот так вот она выглядит как я уже сказал если будут еще какие-то вопросы непосредственно то не стесняйтесь задавайте в комментариях ну а с вами был вели канал мотохайки подписывайтесь если еще не подписаны так что все до новых встреч